Городскую премию «Престиж» вот уже в 15-й раз вручают самым успешным и прогрессивным учебным заведением города. Торжественную церемонию организаторы превратили в футуристическое костюмированное шоу, начиная с ведущих на Сигвеях, заканчивая огромными роботами. Среди номинантов не только школы, но и детские сады, центры дополнительного образования. На победу и денежное вознаграждение претендовали авторы 70 проектов. Гранты разные, в зависимости от номинации. Ну, конечно, самая такая, наверное, престижная номинация – это образовательное учреждение будущего. Это наши инвестиции, можно сказать, в новые проекты. Гранты от 250 до 400 тысяч. Три учреждения, не буду пока открывать тайну, получат эти гранты. Ну и другие учреждения тоже на развитие получают гранты от 25 до 50 тысяч рублей. В номинации «Содружество» дипломом лауреата удостоен проект трех образовательных учреждений. На базе седьмой школы города работает особенный педагогический класс. Его учащиеся в дальнейшем собираются стать учителями. Школьники углубленно изучают гуманитарные дисциплины. Лишние средства учебному сообществу не помешают. На развитие педагогического класса, потому что мы заявились именно с педагогическим классом, который учится на базе нашей школы, но учится также получать дополнительные образобрания и в детско-юношеском центре номер один, и в техническом центре инновации. Поэтому и «Содружество». Школа номер четыре победила в номинации «Технологии здоровья». И это не первый успех учреждения в конкурсе. В прошлом году школьный пушкинский кабинет занял первое место в краеведческом направлении. Грант за высоте достижения планируют потратить на покупку нового спортинвентаря. Наверное, это работа многих лет, десятилетий, я бы сказал, таким образом. Вот здесь и создание условий для ребят, в целом по школе соблюдение санитарно-геогенетических требований, это и охрана здоровья, ну и главное, наверное, это физическая культура и спорт, для занятий которым у нас много чего есть в школе и соответствующие результаты. В той спартакиаде, которая проводится ежегодно по 14-16 видам спорта, мы постоянно занимаем первые, вторые, третьи места на протяжении последних, наверное, лет десяти. В каждой номинации количество участников ежегодно растет, а это значит, что стать лауреатом премии с каждым годом становится только престижнее. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.